Также я хотел бы, чтобы в нашем сюжете принял участие человек, который непосредственно поддерживает команду, поддерживает клуб, транспортная компания «Атабийгрупп», непосредственно руководитель «Атабиев» Мухаммед Абдукеримович. Как так получилось, что вы решили быть частью «Спартака» нынешней истории? Еще раз здравствуйте. Получилось как? И это не экспромт. Я лично знал Габидашвили Зелла Георгиевича. Был у него в музее в Тбилиси. Я знал, как он относился к «Спартаку Нальчик» с первых дней. Практически всю его команду. Был у него в гостях в Тбилиси. Поэтому имею непосредственно, как сказать, отношение к «Спартаку Нальчику» и к футболу. Мы говорили, я извиняюсь, мы хотели сказать, что это ветеран «Спартака». Может, кто не знает, для наших зрителей, кто будет этот сюжет смотреть. Зелул Габидашвили, мастер спорта, чемпион РСФСР в составе «Спартака Нальчик» в 1965 году. Тот человек, который приехал к нам в республику, скажем так, в хорошем смысле осел, создал семью и здесь прожил все эти годы. Другом, оказывается, является наш ветеран. Который, к сожалению, не так давно ушел из жизни. К сожалению, да, не так давно ушел, похоронен у нас в республике на Аллее Героев. Действительно, он был высшего уровня, как говорится. Поэтому я хотел бы оставить чуть-чуть частицу своего от него, как говорится. Хоть мало, но пытаюсь тоже с чем-то помочь. И желаю победы нашему «Спартаку», как говорится, чем могли бы тех... Да, Мухаммед, ну, учитывая, что вы приходите на игры, и сейчас, к сожалению, результаты желают оставлять лучше. Как бы желание есть у пацанов интересное. Не разочаровались приходом на стадион, в целом увиденным. Как вам вообще в целом стадион нравится? Хотелось бы вам что-то изменить, допустим, может, такой немного каверзный вопрос, проблематичный. Мы сами как бы все это видим. Я немного провокационный вопрос задаю. Ну вот, согласитесь, для нашей республики и сама чаша стадиона, и в целом футбол могут быть не где-то на задворках российского футбола. У нас не меньше любят футбол, чем в Северной Осетии, в нашем братском народу, Алании, где команду пытаются возразить. Сейчас в Махачкале команду неплохую собрали. Которую тренирует все эти, да, Бежим, Хасандин. Всем нашим я желаю везде побед на всех фронтах. Уже такая небольшая ремарка. Я хотел бы, так же, как и все болельщики, все присутствующие родственники футболистов, друзья, чтобы наши ребята могли реализовать себя здесь, в республике, в этой команде. Спартак начали. И вернулись все в республику. Те футболисты сильные, которые сейчас представляют другие российские клубы, задачи другие решают. И, скажем, как чужаки, играют где-то в других командах. Хотелось бы, чтобы они вернулись. А чтобы они вернулись, нам нужно, мне кажется, создать условия, наше отношение, поменять клубу, команде. Ну, это вопрос, опять же, властям, к руководству. Это крик души, не более. Мухаммед, а вот что-то в ближайшее время намечаются, какие-то планы у вас на будущий сезон? Этот сезон, можно сказать, уже практически завершен, да? Не сказать, что завершен, даст Бог еще, я думаю, какая-то надежда есть. Выправ! Выправ! Поднимемся чуть-чуть. Цыплят по осени считают. Ну да, по осени. Команда у нас боевитая, играющая, молодая. Напор есть, да. Газон отличный сейчас. Газон, все хорошо. К сожалению, сейчас положение чуть-чуть другое, потому что, я думаю, наши власти, как говорится, обращают внимание, это само собой. На все проблемы. Да, на все проблемы. Ну, пока так. Пока у нас, вы сами знаете. Реконструкция. По жизни. Перестройка и по жизни. Я сказал, я сказал, завершен, разве не по системе и осень-веста. Сейчас весна-осень. Сейчас весна-осень. Сейчас весна-осень. Следующий даст Бог. Я думаю, будет все хорошо. И мы, я думаю, предприниматели соберутся, как-то помогут, если вот сейчас... Желание есть такое, да? Желание, конечно, у нас есть. Желание есть. У нас, я думаю, я не один, и Бабу Генки, и ребята из нашей республики больше, я думаю, больше обратят внимание. Конечно, это все зависит, и мы связаны. Я знаю, что ребята стараются. Не все так возможно, как получается у них. Где-то трансферы больше спортсмен знают, как это все происходит. Сборы, это все финансовая часть. Это немало важно. И помимо этого... Современный спорт, конечно. Я думаю, наша республика... Я думаю, есть более какие-то моменты, где надо более... Ну, осталось, Мухаммед, наверное, только найти этого человека, энтузиаста, который нас всех собрал, который под этой идеей... Раз вы нас собрали, я думаю, все будет хорошо, и все вместе соберемся. Хотелось бы, да, посыл такой небольшой через этот сюжет сделать, что команду надо как-то поддержать. Нужен, наверное, совет, возможно, какой-то организовать, который решал бы вопросы материальной базы, организационной. И, в принципе, ребята умеют здесь и сотрудники, и стадиона, и клуба работать. Все. Ну, нужно немного внимания, и все кардинально можем поменять вместе. Вы имеете в виду совет предпринимателей? Да, совет предпринимателей. Наверное, вот это было правильно, да. Раньше, я насколько знаю, будучи пацаном, ходил на стадион, мне всегда был интересен вопрос, кто эту команду содержит. И тогда разыгрывали призы, телевизоры, какие-то микроволновки, какие-то еще какие-то вещи, лотереи проводили. И народ как бы здесь такой немного это все консолидировало, меняло такую атмосферность. И мне, как вообще команду вот так создали и держат ее? Мне сказали, что тогда, будучи пацаном, что есть несколько предпринимателей, которые решают вопросы. Этот, допустим, тому зарплату платит, этот хлеб привозит на базу, те там помидоры, огурцы, скалхозы, пароходы, как говорится, и все одной целью. То есть их человек собрал, на тот момент, наверное, глава, может быть, и сказал, вот такие-таки вопросы нам надо решить. Кто что может предложить? И из этого разговора делового серьезно произошел такой совет, который опять же решил вопросы, кто за что отвечает. За воду, кто тренирует, кто бегает, кого поддерживаем, кого можем потянуть со стороны, чтобы нам помогли. Это, наверное, уровень будет уже городского собрания, скорее всего, где-то депутаты должны решать, чтобы бюджет хотя бы ввести, или же как-то внутреннюю поддержку вам оказывали. Да, мы не хотим сидеть на бюджете республики. Я думаю, это и будет неправильно. Мы как... Собрать предпринимателей... У нас это команда народная, соответственно, и надо с народом и общаться, и городская, и как-то со стороны. Все с миру понятки, как говорится, простым языком. И тогда мы увидим и не зияющие трибуны, а полные трибуны, которые... Чтобы царила радость, единение, и млад, и стар, и все. Здесь, я думаю... Ну, мы обречены на успех, я думаю, что... Да, пока... На этой позитивной ноте хочется закончить этот репортаж. Пока еще есть, как говорится, пора в парадонии. Будем стараться общими усилиями чего-то сдвинуть с мертвой точки нынешнее дело «Спартака». Спасибо. Я думаю, хорошего.